Теперь поговорим с вами о том, как микробы существуют, как они заживут в теле, в частности в теле человека. Существуют они в виде биопленок. Биопленки представляют собой дифференцированные группы микроорганизмов, которые расположены на поверхностях тела человека, различных слизистых, и погружены они во внеклеточный полимерный матрикс. Таким образом, микробы организованы в биопленке, и они сбалансированы по своему видовому составу и выполняемому функционалу. По химической природе биопленка близка к полисахаридной защитной капсуле микроба. Взаимодействие между различными видами микроорганизмов в мультивидовых биопленках способствует выживанию и росту биомассы одного или нескольких видов микробов. Микроорганизмы в составе биопленок выживают в присутствии различных биоцидов, а также при различных неблагоприятных условиях. Биопленки являются формой микробных сообществ, фиксированных на различных абиотических и биотических поверхностях. Как же происходит образование биопленки? Этот процесс является многоступенчатым и происходит он в несколько этапов. На первом этапе происходит адгезия или сорбция микроорганизмов к поверхности субстрата. Второй этап заключается в окончательном прикреплении клеток к поверхности и называется этот этап фиксацией. На третьем этапе образуется микроколония. Это отдельные скопления адгезированных клеток. На этой стадии клетки активно делятся, а выделяемый матрикс удерживает вместе всю колонию. И, наконец, микроколонии сливаются и образуется зрелая биопленка, имеющая сложную трехмерную структуру. Именно она может изменять свой размер и форму. Следует отметить, что колонизация и образование биопленок может проходить не только на поверхности тела человека, например, на коже или на слизистой оболочке. Она может образовываться и на стенках сердца, а также на стенках катетеров и другого медицинского инструментария. Благодаря образованию биопленки наши микроорганизмы обладают резистентностью к фагоцитозу, а также обладают устойчивостью к различным антибактериальным препаратам. Существует два основных вида биопленки. Первый вид – это когда биопленка образована из бактерий одного вида. И второй вид – когда мы говорим с вами о мультивидовой биопленке, которая образуется за счет нескольких типов микроорганизмов. Давайте немного остановимся с вами на процессе образования мультивидовой биопленки, поскольку наиболее часто мы с вами встречаемся именно с ее образованием. И этот процесс многоступенчатый. Давайте разбираться. Сначала происходит образование первичного колонизатора. Что это означает? На определенном субстрате прикрепляется первый вид микроорганизма. Затем происходит образование первичной пленочки за счет клеточного деления этого микроба. Во время клеточного деления микроорганизма происходит образование нескольких видов первичных колоний, которые затем между собой склеиваются к так называемым клеточным матриксам. Далее происходит образование вторичных колонизаторов. За счет того, что происходит к первичной биопленке, прикрепляется другой вид микроорганизмов, происходит коадгезия за счет так называемого образуемого коагрегата. Далее происходит деление следующего микроорганизма, образование, опять же, его биопленки, которая адсорбируется на уже образовавшуюся первичную биопленку. Таким образом, далее происходит образование второго слоя биопленки. И образуется так называемая зрелая мультивидовая биопленка, которая соединяется между собой межклеточным матриксом. На данном слайде вы видите изучение биопленок на базе нашего Казахского национального медицинского университета на кафедре микробиологии. Изучение образования биопленок проводила докторант кафедры Колоскова Екатерина Александровна. Что мы с вами видим? На чашках Петри мы видим покровные стекла, которые были инкубированы в различное время. От 3 до 24 часов. И что мы с вами видим? Мы видим образование биопленки по мере возрастания время инкубации. Что мы видим с вами на микроскопической картине? Сначала мы видим образование единичных микроколоний, то есть колоний первого этапа. Далее вы видите, происходит адсорбция других микроорганизмов на первичной микроколонии. И далее последующее их разрастание с образованием уже многоклеточных микроколоний. И таким образом вы видите, вот так реализуется многоступенчатый процесс образования мультивидовой биопленки. Есть несколько причин, по которым микробные биопленки интенсивно изучаются в настоящее время. Во-первых, с точки зрения фундаментальной науки представляет интерес, каким образом бактерии способны существовать в виде многоклеточных сообществ. А во-вторых, образование биопленок является значительной проблемой в медицине и промышленности, поскольку в составе биопленок бактерии многократно устойчивее к антибиотикам, иммунному ответу макроорганизма и обработке биоцидами. Следует обратить ваше внимание на то, что сообщество микробов это биопленка, это сообщество микробов с единой генетической системой, которая представлена плазмидами. Те, в свою очередь, несут поведенческий код для всех членов биопленки. Этот код определяет их координированное коллективное поведение, пищевые, энергетические и другие связи между собой и внешним миром. Отношения в биопленке между микробами, они могут быть и количественными, и функциональными. И, как правило, эти отношения стабильны и постоянны. Я бы ваше внимание хотела обратить и на то, что реакция микробов биопленки на изменение условий окружающей среды отличается от того, если бы каждый микроб реагировал на эти изменяющиеся условия в монокультуре. Как же существуют микробы в биопленке? Теперь мы с вами сталкиваемся с таким понятием, как ворум-сенсинг. Он основан на сигнальном механизме, который, в свою очередь, основывается на выделении микроорганизмами специфических химических веществ, которые мы называем аутоиндукторами, или же сигнальными молекулами. Что же происходит? Специализированные вещества, аутоиндукторы, способны экскретироваться клетками и накапливаться в среде во время роста клеточной популяции. Следует сказать, что мы с вами выделяем два типа аутоиндукторов, или мы можем называть их мессенджерами-аутоиндукторами. Так вот, есть мессенджеры-аутоиндукторы первого порядка. Это мессенджеры, которые вырабатываются между бактериями одного вида, грамм-положительными, либо же между грамм-отрицательными микроорганизмами. Когда мы говорим о мессенджерах-аутоиндукторах второго порядка, то мы имеем в виду сигналы между двумя различными микроорганизмами, в частности, грамм-положительными и грамм-отрицательными. То есть еще раз посмотрим на эту схему. Когда мы говорим с вами о взаимодействии между грамм-положительными либо между грамм-отрицательными микроорганизмами, мы говорим о передаче сигналов мессенджерами-аутоиндукторами первого порядка. Если же мы с вами говорим о передаче сигналами между грамм-положительными и грамм-отрицательными микроорганизмами, то мы говорим о передаче сигналов благодаря мессенджерам-аутоиндукторам второго порядка. Таким образом, работу микроорганизмов в биопленке, либо кворум сенсинг мы можем сравнить с процессом производства, какого-то непрерывного производства, когда срыв этого производства недопустим. Если произойдет такой срыв в работе микроорганизмов, то мы приведем к поломке, какой-либо поломке в нашем с вами организме. Таким образом, микробы начинают свое функционирование, начинают старт своей работы и продолжают работать все время. Этот процесс всегда либо готов, он либо всегда находится в стадии исполнения, либо может быть в ожидании, если заблокирован на каком-то этапе, либо он может быть приостановлен и находиться в ожидании, но он никогда не может быть остановлен. Таким образом, давайте с вами поговорим, какую же проблему для врача несут наши биопленки. Это отрицательная сторона коллективного реагирования микроорганизмов биопленки. Это то, что сообществом трудно управлять извне. Что это значит? В настоящее время мы с вами редко, когда встретим одну причину заболевания, чаще всего это многофакторность или полимикробность происхождения того или иного заболевания. А когда мы видим полимикробную этиологию заболеваний, то это значит большое количество микроорганизмов находится в этой биопленке, а таким сообществом достаточно трудно управлять, то есть трудно лечить. Далее мы сталкиваемся с трудностью в коррекции дисбиоза с помощью пробиотиков. Мы с вами знаем, что врачи в настоящее время достаточно часто употребляют пробиотики. И таким образом микроорганизмы создают коллективный иммунитет биопленки. А пробиотики не имеют пароля для входа вовнутрь биопленки. И таким образом они остаются где? Только на поверхности. Они не имеют возможности войти вовнутрь биопленки и разрушить связи между патогенными микроорганизмами. Таким образом мы с вами сталкиваемся с таким новым понятием, как парацетология биопленки. Что же можно сделать? На данном этапе ученые идут уже вперед и в будущем мы с вами можем прийти к двум путям коррекции. Первое – это консервация индивидуальной микрофлоры в молодом здоровом периоде жизни с целью допирования ее. И в будущем при серьезных каких-либо нарушениях биоза в нашем теле, в частности, например, кишечника, мы можем использовать нашу допированную микрофлору с целью оздоровления. Второй путь – это пересадка микрофлоры больному от ближайшего родственника. Причем пересадка будет проходить перклизму. И тогда мы с вами можем добиться коррекции дисбиоза. На этом первая часть нашей лекции закончена. Большое спасибо вам за внимание и я жду вас на второй части лекции. Спасибо. 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 Спасибо.